МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом мытищенском информационная программа День в студии Алина Саваш. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Ломать не строить. Снос детской площадки вызвал возмущение жителей. И дети наши, получается, остались ни с чем. Путь в никуда. Что подталкивает подростков заниматься зацепингом? Крайне плохо. Это плохо, и это, я считаю, излишнее желание адреналина. Ревакцинация от COVID-19. Когда необходимо делать повторную прививку? Сатурация у вас хорошая, пульс тоже. Противопоказаний нет. Можете идти вакцинироваться. А теперь об этом и многом другом более подробно. Предстоящей зимой наш округ будет очищать от снега больше 100 единиц техники и почти 200 сотрудников коммунальных служб. Эти обязанности возложены на подрядные организации, которые выиграли контракты на содержание и обслуживание дорог, тротуаров и мест общего пользования. Подробности у Юлии Федериненко. Погода, конечно, сегодня солнечная, и синоптики обещают еще бабье лето. Но в Подмосковье уже отмечаются первые заморозки. И поэтому самое время говорить о готовности к зимнему периоду. Сколько техники выйдет на улицы города, когда выпадет снег? Сколько реагентов подготовили для борьбы с наледью? И сколько сотрудников возьмутся за лопаты, когда необходимо будет очищать город от снега? Об этом сегодня говорили участники строительного дня. Дорожное хозяйство на территорию округа внушительное. Почти 700 километров дорог разного подчинения и больше 300 километров тротуаров. Каждый метр пешеходной зоны и проезжей части необходимо содержать в порядке и чистоте, особенно зимой. Для этих целей уже определены подрядчики. У каждого внушительный автопарк и достаточное количество работников. Лесопарковое хозяйство содержит в основном центральную часть города. По муниципальному заданию это 470 тысяч квадратных метров. 155 миллионов предусмотрено также на годовое содержание. Из года в год территория понятна. Там немножко добавляется у нас в рамках новых объектов. 24 единицы техники у Валерия Михайловича присутствует и порядка 75 человек для обслуживания, в том числе ручники. Зимнее содержание дорог предусмотрено не только в городской черте, но и в микрорайоне Пироговске, Федовске, Наповедниках и остальных сельских населенных пунктах. Этой зимой городской округ Мытищи будут обслуживать более 100 единиц техники и почти 200 сотрудников коммунальных служб. Во дворах, скверах и парках бороться со снегом и наледью будут почти 500 дворников. Помощь им закоплены свыше 700 тонн соли, песка и противогололедных реагентов, но применять их будут с осторожностью, особенно в зонах отдыха и прежде всего в Центральном парке. Глава Виктор Азаров акцентировал внимание, что после реконструкции и замены старого покрытия на новую плитку необходимо как можно дольше сохранить ее достойный внешний вид. Если ее обрабатывать солью, то на следующую весну она потеряет свой блеск. Поэтому надо однозначно давать команду обрабатывать только песком. Песок или гранитной крошкой. Гранитной крошкой. Поэтому имею в виду, жалко будет, что огромная работа проведена и угробим. Особенно, если это грязь развернем на площади перед ДК. Чуть позже, как правило, в середине октября в муниципалитете состоится осмотр техники. Это будет еще одна проверка готовности коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций к зимнему периоду. Юлия Федорененко, Константин Бондаренко, Первомытищинский. Очередное обращение мытищинцев на нашу горячую линию. Жители по улице Медицинская 2 пожаловались на снос детской площадки во дворе их дома. Мытищинцы возмущены, что их об этом решении не предупредили. Напоминаем, вы тоже можете стать героем сюжета. Мы поможем вам разобраться в проблеме. Звоните и рассказывайте, что беспокоит вас. Как решится вопрос жителей на Медицинской, расскажет Ульяна Сергеенко. Вместо детской площадки безопасный пустырь. Такое усовершенствование пришлось по душе далеко не всем. Когда-то жители дома номер 2 по улице Медицинской своими силами организовали во дворе детскую зону. Установили качели, карусели, песочницу, спортивный снаряд. Однако на днях рабочие все демонтировали. Чтобы все это снести, надо получить наше согласие. Как собственников этого дома надо было собрание, наши подписи. Актов нету. Мы их не видели. Нам ничего не показывали. Как пояснили в управляющей компании, данный земельный участок на кадастровом учете не стоит. В техпаспорте на дом площадка отсутствует. Поэтому согласия жителей не требуется. Мытищинцы же считают по-другому. Если детская зона организована за их счет, то право голоса они имеют. Вывод комиссии о небезопасности эксплуатации площадки также вызвал дискуссию. В рамках ежегодного осмотра управляющая организация проводила обследование всех детских площадок, которые соположены на придомовых территориях домов, которые мы эксплуатируем. В рамках данного обследования было выявлено гниение древесины элементов детских площадок, также сквозная коррозия металлических элементов. Вот это не опасно, вот эти пеньки торчат, вот об которых можно убиться. Они все годы торчали. Дворник убирал, но проходил мимо. Вот эти ямы, корни, которые должны подрубить. Песочница была абсолютно крепкая, абсолютно новая. Ее тоже снесли. Она что, была опасная, гнилая. И когда они сносили, я говорю, что делаете, песочница чем помешала? Ну ничего, песочек оставить, мы вам так привезем на землю высыпем. В итоге во дворе для детского досуга не осталось ничего. Замена старых снарядов на новые изначально также не предполагалась. Этот дом внесен в программу сноса ветхого жилья. Однако расселение планируется лишь в 2023 году. С внуками, вот куда выйти, скажите, пожалуйста. Я говорю, туда пойдешь, не дойдешь, туда не дойдешь. И у нас таких бабушек здесь много, вы понимаете. И дети наши, получается, остались ни с чем. Даже зимой, когда уже листва выпадают, мы из окон даже можем наблюдать, что наши детки в порядке и никуда не ушли. Комфорт детей, безусловно, в приоритете. В итоге все-таки было принято решение установить один многофункциональный элемент уже этой осенью. Он будет стоять здесь вплоть до расселения жителей. Ульяна Сергенко, Андрей Капустин, Первый Матичинский. Далее о дорожной обстановке. За минувшую неделю на дорогах округа один человек погиб, еще двое получили травмы. Авария со смертельным исходом произошла на участке Дмитровского шоссе. Что стало причиной ДТП, нам рассказали в пресс-службе Матичинской ГИБДД. 25 сентября, 19 часов 50 минут, водитель автомобиля «Шевроле Круз», двигаясь по 8-му километру автомобильной дороги ММК «Игнатово-Пчелка-Рождествено» в сторону деревни Игнатово, не справился с управлением и совершил съезд кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще два человека получили травмы в результате наездов. Среди пострадавших несовершеннолетний пешеход. Оба ДТП произошли в темное время суток на нерегулируемых переходах. Большую вероятность на возникновение ДТП оказывается, конечно, сложное погодное условие. Когда на улице мокрый асфальт, скользкий асфальт, идет дождь, видимость ухудшается для водителей, для пешеходов. И, конечно, это то, что пешеходы, по большей части, к сожалению, не используют в темное время суток при движении свето-возвращающие элементы. Ну и водители, может быть, просто не перестраиваясь на нужный лад движения, превышают скоростной режим, не соблюдают, может быть, дистанцию, интервал движения. Все это, конечно, приводит к тому, что происходит ДТП с участием всех участников дорожного движения. И в продолжении темы. По сравнению с прошлым годом количество ДТП в Подмосковье сократилось на 10%. Но вместе с тем число погибших, наоборот, увеличилось. С января их количество достигло 12 человек. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД Московской области Виктор Кузнецов. По его словам, 27% ДТП произошли с участием пешеходов. Такие аварии имеют наиболее тяжкие последствия. И на каждые 100 пострадавших приходится 14 погибших. Госавтоинспекция призывает пешеходов носить светоотражающие элементы и быть внимательнее на дорогах. Проблеме травматизма на железнодорожном транспорте также уделяется пристальное внимание. Под колесами поездов погибают не только взрослые, но и дети. Печальную статистику пополняют все новые и новые случаи. Виной всему не только случайность, но и желание к экстриму. Об этом шла речь на встрече специалистов транспортной полиции с учениками школы номер 8. Об этом столько сказано, столько написано и показано. Но статистика как будто перечеркивает все эти усилия. 10 несчастных случаев только на двух платформах – Тайнинская и Перловская. И только за последнее время. И молодые люди, и постарше с упорством, достойным лучшего применения, нарушают элементарные правила безопасности. На глазах у всех, без стеснения. И это видят школьники. В этом возрасте дети хотят быть похожими на взрослых, что они хотят подражать моделям поведения. А ведь хорошо известно, какой пример заразителен. Дурной. Но как его избежать? Мы стараемся показать им примеры правильного поведения. Именно на это направлена наша работа ежедневная, такая, может быть, не очень заметная. Минутки безопасности, какие-то беседы. Лучше всего о себе рассказывают сами зацеперы. Вот в этом учебном фильме. А ведь кое-кого из них уже нет в живых. Но это уже не скрыть за их бравадой. Мы будем говорить не только о правилах поведения в плане зацепинга, проезда на непростопоставленных местах, но и непосредственно о переходе железнодорожных путей, об ответственности за нарушения, о последствиях за данные правонарушения. Надо сказать, что мода на зацепинг заметно поутихла. Но говорить об этом нужно. И как можно чаще. Как относиться к зацепу? Крайне плохо. Это плохо. И это, я считаю, излишнее желание адреналина. Ведь можно адреналин выделить и другими способами. Например, покататься на велосипеде или заняться скейтом и другим спортом, которым можно заняться. Сама люблю адреналин, но я была на дайвинге, я каталась на скейте, я другим чем-нибудь таким занималась. Я на парашюте летала, но такими способами я не буду облескать свой адреналин. Осознание, что это не забава и не удальство, хоть и не сразу, но приходит. Ведь 95% случаев травмирования от зацеперства и перехода железнодорожных путей в неположенных местах приводят к летальным исходам. Поездка ценой в жизнь не должна повториться ни при каких обстоятельствах. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Матичинский. Рост числа заразившихся коронавирусом может в самое ближайшее время привести к началу четвертой волны, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Рост заражений происходит из-за граждан, которые продолжают стоять на своем и не собираются вакцинироваться. И сегодня в России снова побит рекорд по количеству смертей за сутки – 857 человек. Тем временем мытищинцев приглашают на ревакцинацию от COVID-19. Мои коллеги побывали в одном из пунктов вакцинации и узнали об особенностях процедуры. Ситуация у вас хорошая, пульс тоже. Противопоказаний нет. Можете идти вакцинироваться. Для Игоря Рассказова, эта прививка от COVID-19 не первая. Сегодня он пришел в пятую поликлинику на ревакцинацию. Ему, как и полгода назад, ведут две дозы спутника ВИ. Разумеется, с перерывом в три недели. Таков порядок для пациентов старше 60 лет. Мужчина считает, что те, кто отказывается от прививки, совершают большую ошибку. Глупо – это просто по той простой причине, что вакцинация защищает нас. Особенно в нашем возрасте. Я думаю, что лучше сделать вакцинацию, чем оказаться на больничной койке. Я, конечно, всем бы посоветовал строго исполнять рекомендации врачей, которые даются при проведении вакцинации. И не бояться. Не надо ничего не этого бояться. Это защита ваша в первую очередь. Не боится и Игорь рассказов. Ранее прививку он перенес неплохо. Только после введения первой дозы на несколько часов поднялась температура тела чуть выше 37. Без побочек прошлой зимой прошла процедура и для Людмилы Кузиной. Спустя полгода, как советуют специалисты, она тоже решила ревакцинироваться. Несколько дней назад женщине в пятой поликлинике сделали первый укол. Я чувствую, хорошо себя чувствую. Даже температур такой особой не было. Прекрасно, что зимой вакцинировалось то же самое. И сейчас тоже так. Нормально себя чувствую очень. Я всем бы рекомендовала, особенно в нашем возрасте, вакцинироваться обязательно. Людмила Кузина также ежегодно делает прививку от гриппа. Не пропустит она ее и в этот раз. Вернется в процедурный кабинет, как положено, через месяц после введения второй дозы препарата «Спутник Ви». Напомним, ревакцинация от COVID-19 положена переболевшим новой коронавирусной инфекцией спустя шесть месяцев после выздоровления и ранее вакцинированным. Также спустя полгода после завершения первой процедуры. Ревакцинация делается спутником Ви. То есть опять вводим первый и второй компонент. Возможно сделать спутником ЛАЙТ ревакцинацию, COVID-19 и эпивак. То есть все вакцины, которые зарегистрированы в России, они могут быть использованы для ревакцинации. По показаниям особенности имеют, конечно, вакцины, какие-то имеют отличия. И врач после осмотра делает выбор, какой вакциной ревакцинировать пациента. На сегодняшний день первые этапы вакцинации от коронавируса прошли более 123 тысяч мэтищенцев. Завершили процедуру почти 113 тысяч, ревакцинировались 2 тысячи. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый Мэтищенский. Смотрите во второй части выпуска. Всемирный день сердца. Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания? Действительно, очень много зависит от самого человека. Из заброшенного леса в ЭК-парк. Новый выпуск программы «Мэтищи православные». В ЭК-парк – это и есть продолжение этого общего дела литургии. В ЭК-парк. Новый выпуск программы «Мэтищи православные» Леха, а ты что здесь делаешь? Тебя встречаю. Так ты же, это, умер давно. Ты тоже? Только что. Ну, привет. В 2019 году от удара током и падения на рельсе погибло 11 подростков. Не цепляйся за поезд. Нет ничего опаснее, чем переходить улицу вслепую и перекладывать ответственность за себя на чужие плечи. Прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что водитель вас видит и пропускает. В Подмосковье по программе «Социальная газификация» закончили работы в 270 населенных пунктах. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Голубое топливо запущено более чем в трех тысячах домовладений. План на этот год выполнен уже на четверть. В ходе брифинга руководитель ответил на вопросы жителей региона. Скажите, пожалуйста, вот социальная газификация, чем она отличается от стандартной? Она отличается следующим. По губернатской программе газификации мы газифицируем населенные пункты, где нет на сегодняшний день действующего газопровода. То есть там нет газа, и мы подводим газопроводы, по сути, до границ населенного пункта, внутри населенного пункта и также до границ домовладений бесплатно. Если мы говорим про президентский проект, то в этот проект попали населенные пункты, где уже есть в границах населенного пункта действующий газопровод. Но принцип работы, то, что бесплатно газ доводится до домовладений жителей, он и в губернаторской программе, и в президентской программе одинаковый. То есть стоимость подводки газа равна нулю. Сколько будет стоить провести именно непосредственно к дому? И возможно ли своими силами непосредственно внутри участка, как-то своими силами все это завершить, так скажем? Стоимость работ внутри участка, она зависит от ряда параметров. В частности, ключевыми являются это расстояние от улицы, от забора, что называется, куда мы подведем газ бесплатно до вашего домовладения, плюс обвязка по домовладению в зависимости от того, насколько большой дом, и от того набора оборудования, который вы выбираете. Набор, вид оборудования. Стоимость, если говорить про комплексный договор с МОСОБОЛГАЗом, ее легко посчитать на сайте МОСОБОЛГАЗ с помощью калькулятора. То есть он вам достаточно большой степенью точности покажет, сколько вам будет стоить газифицироваться по комплексному договору с МОСОБОЛГАЗом. Что касается самостоятельно выполнить, если вы имели в виду прибегнуть к услугам другой специализированной организации, которая имеет на это соответствующую лицензию персонал и оборудование, да, это можно безусловно сделать. Но если вы имели в виду, что самостоятельно смонтировать газопровод, то этого точно не надо делать, потому что такой газопровод принят не будет, и газ в него мы не пустим. Также Игорь Баранов отметил, что МОСОБОЛГАЗ открыт для конструктивной критики и обратной связи с жителями Подмосковья. Чтобы учесть все пожелания людей, газовики запустили конкурс «Социальная газификация в объективе». На сайте компании была создана так называемая «Карта эмоций». С ее помощью жители могут видеть фото со всех объектов строительства, а также выкладывать и свои снимки. Итоги конкурса подведут в конце этого года. Напомним, такие брифинги проходят ежедневно на Ютубе телеканала 360. Также ссылку на трансляцию можно найти в нашем телеграм-канале. Продолжаем выпуск. Сегодня во всем мире отмечают День сердца. Этот день – еще один повод вспомнить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. К слову, именно они являются самыми распространенными причинами смертности во всем мире. В наши дни, когда есть и новейшая аппаратура, и отработанные технологии, проверять здоровье своего сердца необходимо всем. Сергей Берзин расскажет подробнее. Вокруг болезни сердца всегда был ореол таинственности. Как будто так начертано судьбой. Но позднее пришло понимание – болезнь зависит в первую очередь от нас самих. Действительно, очень много зависит от самого человека. 80% болезни сердца можно предотвратить причин смерти. То есть давно определены те области, те сферы нашей жизни, при изменении которых болезнь решительно отступит. Но пока с ней приходится бороться. Очень жестко бороться. На это идут большие средства и новейшая аппаратура. Операции самые сложные и самые технологичные. Но при этом рост числа болезней сердца фиксируется по всему миру. За 2020 год увеличение составило 4,9%. Я вижу, что очень много молодежи ходит в тренажерный зал. Но тем не менее, растет количество курящих. Табакокурение как основной фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. А плюс к этому гиподинамия. Мы просиживаем на работе по 5-6 часов за компьютером. Потом почти столько же дома. Прежде всего, это образ жизни. То есть на него врач обращает особое внимание. Как правило, вероятность заболеваний сердца нарастает с возрастом. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но последние данные опровергают привычную статистику. Гипертоническая болезнь, она значительно помолодела. То есть на прием приходят пациенты, молодые люди, девушки, парни. 20 лет, 25 лет. Ночные клубы, дынные, кальянные, недосып, обилие прохладительных напитков. Жизнь в стрессовом режиме. Такими намерениями выслана дорога в кардиоцентр. И довольно скоро. Однако в большинстве случаев этого можно и нужно избежать. Тем более, новейшие разработки идут нам навстречу. Узнайте о себе с помощью этого кардиокресла всю необходимую информацию. Я должен взяться за ручки. И сидим в спокойном режиме, не шевелясь. Не разговаривая тоже желательно. За это время будет проведена кардиограмма. Та процедура, которую многие пациенты должны проходить ежегодно. Сейчас вот в этом кресле уже побывало более 600 человек. Дело трех минут. Быстро и удобно. А к тому же есть еще несколько профилактических советов. В первую очередь, не стесняйтесь ходить пешком. 10 тысяч шагов каждый день – это совсем немного, а эффект огромный. Смените кулинарную обработку. Откажитесь от жареного, копченого и консервированного. Это в любом случае полезно. И прекратите бодрствовать по ночам. Засиживаться за компьютером или за просмотром детективов. Утром давление обязательно подскочит. В общем, ваше сердце в ваших руках. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Матичинский. Новый выпуск зрители смогут увидеть уже в эту пятницу на нашем телеканале в 8 вечера. В этот раз он будет посвящен экопарку при храме святого мученика Уара. Когда-то лесной массив вблизи поселка Вешки и вдоль дороги ассоциировался только с заброшенным лесом и стихийными свалками. Но с недавнего времени все изменилось. Неухоженная территория превратилась в настоящий парк и наполнилась духовным смыслом. Вы считаете труды в экопарке продолжением литургии? В широком смысле слова литургия – это вообще любое христианское служение, любое благое дело. Таким образом, получается, что все работы, которые проводятся и для прихожан нашего храма, и для гостей, и для людей даже не церковных, которые к нам приходят в экопарк – это и есть продолжение этого общего дела – литургии. Каким вы видите экопарк дальше и что еще предстоит в нем сделать? Возможно, здесь появится еще и дендрарий. Даже есть идеи какие-то при участии специалистов, конечно, создать ландшафтные экспозиции, которые бы включали в себя деревья из разных концов света. Адам и Ева стали самыми популярными именами в нашем округе за прошедший месяц. Раньше они были крайне редкими. Об этом рассказали в Матищинском управлении ЗАГС. Сейчас родители малышей выбирают имена разными способами. Одни смотрят календарь имен, другие называют ребенка именем Кумира, а кто-то предпочитает старославянские имена. Среди самых популярных имен для новорожденных в Подмосковье в этом году числятся Артем, Александр, Михаил, Максим, Мария, София, Анна и Виктория. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее прогноз погоды. Напоминаю, наши новости также доступны на сайте Первого Матищинского и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Природный газ согревает ваш дом и делает жизнь комфортной и уютной. Но газ может быть опасен. Ни в коем случае не нарушайте правила его использования. Строго запрещено самовольно газифицировать жилые и нежилые помещения, самостоятельно ремонтировать, менять и переставлять газовое оборудование, самовольно менять планировку в помещениях с газовым оборудованием, привлекать к газоопасным работам организации без специального разрешения. Нарушение этих правил приводит к необратимым последствиям – пожару, потере здоровья или даже жизни, экологическим катастрофам. Не оставайтесь безучастными. Спасите себя и свою семью. Заключите договор технического обслуживания и установите датчик контроля за газованностью. Подайте заявку на портале Добродел, на сайте Министерства энергетики Московской области, в сайте АО «Мособлгаз» по телефону или в офисе обслуживания клиентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова